В настоящее время огромной популярностью среди путешествующих пользуется тема получения компенсации за задержку рейса. В 2016 году только граждане РФ получили более 150 тысяч евро с иностранных авиакомпаний. А ведь это при том, что большинство права свои не знают и за компенсации не обращаются. Проблема задержки рейса сейчас очень актуальна, мы сталкиваемся с этим постоянно. В статье «Расскажем, как выплачивается и рассчитывается компенсация за задержку рейса самолета в 2018 году», дадим образец составления претензии. Причины, по которым авиакомпания может отложить рейс. Нестыковка в расписании, отсутствие готовности экипажа, отказ в посадке пассажиру из-за овербукинга, то есть когда билетов на рейс продано больше, чем посадочных мест, если для. Авиакомпании рейс экономически невыгоден, другие возможные причины не связаны с форс-мажорными обстоятельствами. Компенсация за задержку чартерных и внутренних рейсов. К сожалению, наши чартерные рейсы наиболее часто сталкиваются с проблемой задержки. Каждый десятый вылет для перевозки наших граждан на иностранный курорт сопровождается опозданием. Но отечественным авиакомпаниям везет, так как получаемая в случае обращений компенсация настолько мала, что пассажиры просто не хотят этим заниматься. РФ не присоединилась к Монреальской конвенции, и все наши перевозки регламентируются воздушным кодексом. И согласно этому документу компания несет ответственность за задержку рейса в размере 25 рублей за час ожидания, но не более 50% от стоимости билета. Права пассажира при задержке рейса. В соответствии с федеральными авиационными правилами, пассажир имеет следующие права – получить достоверную информацию о причине задержки, а также насколько задерживают вылет. Обращаться нужно на стойку информации, либо к представителю той авиакомпании, которая выполняет ваш рейс. Авиаперевозчик обязан оповестить пассажиров о времени задержки от лета, а также о конкретной причине. Сделать это он может посредством акустических установок или лично. Отказаться от перелета. В этом случае авиакомпания обязана вернуть стоимость билета, даже такого, который имеет статус невозвратного, потребовать, чтобы вам поставили отметку в билете о том, что рейс задержан. Подтвердить задержку рейса можно и по прибытии, так как у вас будет стоять отметка о времени прилета. Но лучше сделать это так. Представителя компании попросите от руки написать точное время вылета, а также заверить это печатью компании. Возмещение морального вреда, убытков. В связи с задержкой самолета, пассажир может опоздать на другой рейс или поезд, на важную деловую встречу. Он имеет право компенсировать свои убытки, а авиакомпания обязана удовлетворить претензию. Основное право – это получение штрафа, компенсации за просрочку доставки пассажира в нужное время. Устанавливается такой штраф для авиакомпании в размере 25% от МРОД за каждый час просрочки, но он не может быть более 50% от стоимости билета. Но для расчета применяется не МРОД для пенсии и соцвыплат, а другой МРОД для расчета штрафов и компенсаций, равный 100 рублей. Что положено пассажиру при задержке рейса? В случае задержки рейса на 2 часа сотрудники авиакомпании обязаны раздать воду. В случае задержки рейса на 4 часа и более сотрудники авиакомпании обязаны выдать горячее питание. При задержке на 6 и более часов в ночное время, либо более 8 часов в дневное, организовать размещение в гостинице. Гостиница обычно находится рядом с аэропортом, при этом вас не должны размещать в одном номере с посторонними людьми. Вы также можете самостоятельно выбрать гостиницу, оповестив при этом авиакомпанию. Оплату также нужно провести самостоятельно, но предоставив документы об оплате вместе с претензией, можно частично возместить затраты. Трансфер до гостиницы и назад в аэропорт. Пример расчета компенсации внутренний рейс задержали на 12 часов. 25% от МРОД составляет 25 рублей. 25 рублей умножить на 12 часов равно 300 рублей. Таким образом, за задержку рейса авиакомпания обязана выплатить одному пассажиру 300 рублей. Компенсация за задержку рейсов Евросоюза. Правила международных перевозок устанавливает Монреальская конвенция, принятая в 1999 году. Она действует в 120 государствах. Согласно этой конвенции, пассажир вправе рассчитывать на компенсацию в следующих случаях. Произошла задержка рейса более чем на 3 часа. Произошла отмена рейса. Произошла перепродажа билетов. Пассажиру отказали в посадке. Получить в этих случаях компенсацию можно в размере от 250 до 600 евро. Причем сделать это достаточно просто. Но у большинства возникнет небольшая сложность со знанием языка, так как написать претензию нужно на языке той страны, откуда совершался вылет. Можно воспользоваться услугами специального сервиса, который берет за свои услуги 25%. Воспользоваться правом компенсации может гражданин любой страны, однако должно выполняться одно из условий. Авиакомпания, рейс которой был задержан, должна быть зарегистрирована в ЕС, либо авиакомпания может быть любой, но город. Вылета должен входить в ЕС. Сумма компенсации, на которую может рассчитывать пострадавший пассажир составляет 250 евро до 1,5 тысячи. КМЭ – 400 евро от 1,5 до 3 тысячи. КМЭ – 600 евро свыше 3,5 тысячи. КМЭ – пример расчета компенсации для рейса Европы авиакомпания АЭФ задержала рейс Домодедова «Шарль-де-Голь» на 4 часа. Рассчитаем компенсацию. Рейс задержали более чем на 3 часа, значит возникает право на получение компенсации. Расстояние от Москвы до Парижа составляет 2,5 тысячи. КМЭ – это значит, что пассажир может претендовать на сумму 400 евро, примерно 28 тысяч. РУП – порядок получения компенсации. Задержка рейса происходи по многим причинам. Например, по причине технической неисправности самолета или при определенных погодных условиях и другие. Отчет момента при задержке самолета можно начинать с того времени, которое указано в билете. Это правило зафиксировано в П-99 федеральных авиационных правил. Для начала нужно ознакомиться с законодательными актами, чтобы убедиться, что ваш рейс соответствует всем критериям – время задержки, расстояние между городами и т.д., а также вы можете самостоятельно рассчитать сумму компенсации. Написать претензию в адрес авиакомпании и направить в соответствующий департамент. Направить претензию пассажир имеет право в течение 6 месяцев с момента прилета. Предоставить претензию можно лично, а можно отправить заказным письмом в адрес авиакомпании. Копию претензии с отметкой о получении нужно обязательно сохранить. Она понадобится в том случае, если авиакомпания проигнорирует ваше обращение, либо пришлет отказ. Ответ авиакомпания обязана предоставить в 30-ти дневный срок. В том случае, если вы получили отказ, необходимо написать заявление уже в Общество по защите прав потребителей страны, из которой совершался вылет. В том случае, если вам опять отказали, нужно обращаться в суд. Причем обращаться нужно в суд той страны, из которой совершали вылет. При желании в Общество по защите прав потребителей, можно не обращаться, а сразу отнести документы в суд. Документы, необходимые для получения компенсации, претензия, составляются пассажиром самостоятельно с полным описанием проблемы, а также указав свои требования, перечень прилагаемых документов, номер билета брони, другая информация о рейсе. Все подтверждающие документы оправляются в виде копии, оригинал сохраняется при себе. Копия удостоверения личности скачать. Пример претензий при задержке самолета, в каком случае могут отказать в получении компенсации. Рассмотрим те случаи, когда авиакомпании освобождаются от выплаты компенсации, террор, забастовка, политические либо гражданские беспорядки, неблагоприятная погода и явления стихийного характера, неисправности, которые могут угрожать жизни пассажиров. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Должны ли при задержке рейса предоставляться услуги комнаты матери и ребенка в аэропорту? Данной услугой могут воспользоваться пассажиры мамы с детьми до 8 лет, не только в случае задержки рейса, но и в том случае, если вы, например, ждете пересадку на другой рейс. Данная услуга предоставляется бесплатно, необходимо только предъявить документы и свой билет. Вопрос номер два. Нам задержали чартерный рейс, билет на который мы приобретали вместе с путевкой в турфирме. Куда нам писать претензию авиакомпании или турфирме? В этом случае претензию нужно написать в адрес турфирмы, которая в свою очередь и будет разбираться с авиакомпанией. Вопрос номер три. Если я пишу претензию по задержке рейса в авиакомпанию, могу я включить моральную компенсацию на свое усмотрение? Или нужно сразу обратиться в суд? Претензия составляется в произвольной форме, главное, вы должны изложить суть проблемы, а также потребовать ее решить. Вы можете озвучить сумму морального ущерба, но, скорее всего, авиакомпания предпочтет оплатить только штраф. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!